Сегодня в России сразу несколько ЧП, в которых пострадали дети. Судя по всему, некоторые сотрудники коммунальных служб надеются, что проблема очистки крыш от льда, снега и сосулек растает сама, под лучами весеннего солнца. Эта халатность приводит к трагедиям. В Петропавловске-Камчатском огромная глыба убила пятиклассника. Мальчик играл во дворе и попытался сбить сосульку, свисавшую с гаража. В этот момент на ребенка рухнула метровая масса снега и льда. Он скончался до приезда скорой помощи. В Кирове сегодня завалило снегом двух девочек. В регионе это уже шестой случай за текущий зимний сезон. Опасно везде, на улицах, во дворах, на территории детских садов. Подробности в репортаже Ольги Князевой. Окровавленный снег, сигнальные ленты, скорая и попытки врачей спасти очередную жизнь. За несколько снежных месяцев в реанимацию Кирова и области попали пятеро детей. Двое отделались легкими ушибами. Вчера же в больницу привезли еще одного ребенка. Это уже седьмая трагедия. 9 марта шестилетняя девочка около 11 часов выходила из подъезда своего дома в городе Слободской, когда на нее с крыши упала глыба льда. А бригада скорой медицинской помощи, она незамедлительно была доставлена в больницу. На данный момент находится в реанимации в коме. Встанет ли на ноги, сможет ли говорить, даже предварительные прогнозы врачи сейчас дают с осторожностью. Состояние ребенка тяжелое. Поступил он в состоянии комы, в крайне тяжелом состоянии. Скорая помощь доставила буквально его в течение 12 минут после вызова. Привлечены были к медицинской помощи около 20 сотрудников больницы, в том числе специалисты санитарной авиации. Детская варежка и разбросанный возле подъезда лед. У случившегося нет свидетелей, но даже если просто представить, что вот это упало на ребенка, становится жутко. Сами, конечно, долбим, но что делать-то, боишься с ребенком выйти, можно упасть. Детский сад в Кировской области. Сегодня сюда приезжала скорая помощь. И все по тому же вопросу. С крыши здания на двух девочек сошел снег, несколько шишек и ушибов. Заведующую уже через час уволили. Нам нужно было почистить вот это, именно этот козырек. Почистить мы могли только его тогда, когда дети бы у нас уснули. Потому что здесь у нас дорога, у нас дети здесь возвращаются с прогулки. Мы по-другому его никак почистить не могли. По словам заведующей, за несколько часов до прогулки она обошла здание по периметру и не увидела льда. Но в Кирове оттепель. И наледь могла оказаться на краю крыши позже. Что, кстати, должны были учесть воспитатели. Это отдельная уголовная статья, ненадлежащая оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. По ней возбуждено уголовное дело. Лишился должности начальник департамента образования города. Это тоже Кира. Лыба снега хоронит под собой грудного ребенка прямо на глазах родителей. За то, что ледяные 9 килограммов не были убраны, уже отвечает директор управляющей компании. Снова уголовное дело. Но пример, видимо, оказался не слишком убедительным. Его коллега, которому сегодня ставят вину несчастный случай с девочкой, уже сам признал, ребенок в коме только из-за его халатности. Призменяете ли вы свою вину? Конечно, да. А в чем вы признете ли вы свою вину? Ну, то, что не смог вовремя убрать мало людей. Никто не будет признать, что это будет. Я и директор, и директор в одном лице. Теперь еще и обвиняемый. Кстати, расплачивается не только он. Губернатор Кировской области на следующий день после случившегося вызвал к себе главу города Слободского, в котором произошла трагедия, и задал вопрос, который, впрочем, можно было задавать в течение всей зимы. Что с крышами? Глава администрации города Слободского написал заявление об отставке. Глава города, с учетом того, что это выборная должность, написал письмо в Слободскую городскую думу с просьбой рассмотреть вопрос о доверии. То есть, соответственно, уже городская дума, которая избирала его главой, должна будет принять решение, сохранить он свой пост в качестве главы города или нет. Юристы уверены, ситуация показательна. Ответственные находятся быстро, только когда случается трагедия. Существует большая доля коррумпированности между управляющими компаниями и управами, между управляющими компаниями и префектурами, между администрациями района, потому что люди, которые там есть, они находятся в тесном финансовом взаимодействии. И зачастую руководители управляющих компаний чувствуют свою безнаказанность. Кто и как должен убирать город Киров? И почему не убирают? На эти вопросы теперь часто отвечает начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства. Его вердикт прост. Людей не хватает. Да и зимы с каждым годом все более снежные. Снежного покрова, какой у нас прошел в этом году, по сравнению с прошлыми периодами, в текущем году у нас с января по февраль величина осадков превысила средненормативные, в полтора раза. Впрочем, чиновник пообещал, что меры по контролю зачисткой кировских крыш будут усилены, а виновные наказаны. Процесс уже запущен. За два дня сразу несколько увольнений и уголовных дел. А до этого, видимо, коммунальщики жили случаем. Чаще несчастным. Ольга Князева, Артем Тихонов, Юлия Ходорова и Лилия Зорина. Первый канал.